И сказать, что то, о чём вы говорите, оно действительно работает. В плане отношения мужа, детей, оно действительно помогает. И только это помогает. То есть принять своего мужа сначала с благодарностью, а потом всё остальное, то есть как вы говорите. Потому что, ну это вот моё такое открытие, что пока не скажешь Богу спасибо за этого мужчину, которая самая лучшая, дальше вот даже двигаться невозможно. Это всем вот, кстати, девушкам. Да, проверено на себе, работаем. Мы же сначала хотим как бы его и переделать. Да. Переделать хочется сначала же, а потом разбираться там, что будет дальше. Да? А оказывается, надо вот принять таким, какой он есть. Самое лучшее в нём взять, поблагодарить Бога, и тогда начинается движение в сторону улучшения отношений, оказывается. Но чтобы принять мужа, для этого нужна молитва. Потому что принять, чтобы нужны силы. А сил не хватает. Вот поэтому мы сегодня говорим о развитии разума. Чтобы силы, набираться сил душевных, чтобы принимать близкого человека. Можно вопрос немножко не по этой лекции, а по предыдущих, о чистоте. По поводу омовения. Действительно ли его нельзя принимать обнажённым? То есть нужно на себя что-то надевать, то, что закрывает половые органы. Действительно так? Ну, это есть разные стандарты. Ну, вы как считаете? Я считаю, что вы выберите сами для себя, как вам удобнее. Потому что, может быть, вам неудобно так. Вы решите сами. Ничего страшного. Есть разные стандарты жизни. Есть более возвышенные, есть не менее. Понимаете, если, допустим, вы мясо кушаете? Нет, последние недели, ну, месяц, наверное, даже больше. Ну, это очень много месяцев, это очень много. Нет, ну, мясо я не ем давно, но вот рыба, яйца пока... Ну, видите, у вас стандарты жизни не такие высокие. Поэтому какие-то ещё есть, понимаете, есть... Каждый человек стремится к всём выше и выше, и выше стандарты берёт. Если, допустим, человек, допустим, ну, ест мясо и потом говорит о омовении, то, ну, как бы, это... Степень лицемерия, я понимаю. Ну, да, то есть, что об этом говорить, это всё не имеет смысла. Не то, что лицемерие, это просто, ну, неактуально, будем так говорить. Омывайтесь как можете, и всё хорошо. Если захотите омываться как-то по-другому, изучите более высокий стандарт. Некоторые женщины там частично тело прикрывают, омываясь там. Всё равно же придётся даже эти части тела мыть с мылом. Всё равно... Ну, вот некоторые говорят о том, что нужно сначала полностью принять душ, все там зубы почистить и так далее, а потом... В общем, омывайтесь нормально, как вам нравится всё, не беспокойтесь. Всё ясно. Я могу вам сказать, что в ведической культуре есть также такое, ну, я читал в священных писаниях, что девушки совершали омывение в отдельном месте, раздетыми вообще полностью. Вот они все вместе омывались раздетыми в водоёме. Я это читал в священных писаниях, что вот так они омывались. Вот, и не является грехом никаким. Мы иногда перебарщиваем, перебарщиваем просто. Не надо перебарщивать. Ещё вопрос, значит, о звуке. Как общаться с родными людьми, то есть это мама и брат. Даже сложно иногда слушать то, что они говорят. Я не противоречу им, то есть не стараюсь приубедить, но мне иногда даже сложно находиться рядом с ними и слушать это. Вы говорите о любви сейчас, о любви. Всё зависит от количества любви у вас. То есть также молиться о них? Нет, нет, послушайте меня. Видите, мы говорим о нити незримой. То есть ваша нить, вот я сейчас мать увидел, у вас с матерью там жёсткость такая в отношениях. То есть это нить нечистая. Вы её не очистили. То есть поэтому говорить об отношениях рано. Нужно сначала в молитве очистить отношения с матерью, её понять, почувствовать как личность. А потом не будет проблем уже дальше с ней строить нормальные отношения. Это всё. Ну, почувствовать сложно, да. Ну, потому что вы не молитесь, вы не очистили отношения с мамой. Вы этим не занимаетесь просто. Всё. В этом ваша проблема. Из-за этого, когда при прямом контакте наступает боль. Ну, и страдает она, я это чувствую. И вот этого ещё как бы больнее. Ну, понятно, что если есть между двумя сердцами боль, то все будут страдать и стоить с другой стороны. Ну, понятно, снова молиться. Спасибо. Ну, а снова молиться. Ну, а что? Снова идти домой ногами. Снова кушать ложкой. Нет, я хотела сказать, что на семье это один ответ. Спасибо. Ну, да, но снова кушать ложкой. Может как-то по-другому. Может глазами начать кушать. Рутом обязательно. Молиться означает побеждать. Кушать означает наполняться. Но мы не можем без молитвы побеждать. Ну, что делать? Ну, не получается по-другому никак. Не работает по-другому система. Потому что человек должен повторять один и тот же звук. Для того, чтобы контактировать с одной и той же силой, которая должна всё ближе и ближе подходить к сердцу. Потому что есть деятельность ума. Когда человек работает с позиции ума, действует. Ему надо с разных сторон брать информацию. Ум желает наполниться информацией. Ему нужно всё изучить, понять там со всех сторон. Это деятельность ума. Но если говорить о деятельности разума, то разум должен долбить в одну точку для того, чтобы наполниться силой. Это сравнивается с тем, что вы дырку делаете в стене. Вы же не будете, тут посверлил чуть-чуть, там посверлил. Раз-раз везде посверлили, всё. А дырки нет никакой. Жена приходит, ты что, всю стену рассверлил? Говорит, да я посмотрел, что-то здесь мне не понравилось, там посверлил, там не понравилось, здесь посверлил. Ну и всё, рассверлил всю стену. Говорит, да к тебе надо было одну дырку всего сделать. Означает деятельность разума, означает усилие. Человек повторяет одну и ту же молитву. В одном и том же направлении двигается, сконтакт в одном и том же направлении. Или человек повторил одну молитву, повторил другую молитву, повторил третью молитву. Олег Геннадьевич, я повторяю полчаса молитвы. Никакого толку. Потому что деятельность разума означает повторение полчаса одной молитвы. Одной молитвы. И желательно не слишком длинной, потому что молитвы, побеждающие судьбу, они сотканы из имен Бога, меньше всего вопросов, больше всего отношений с Богом, и всего несколько слов, связанных с Богом. Остальные молитвы тоже хорошо, но силы меньше, потому что нужно стучаться в одну и ту же точку. А если ты очень много говоришь, то ты сам забываешь, с чего начал. Нужно очень концентрированный сгусток знания. Обычно это просто или обращение какое-то к Богу, или Его имя повторяется просто, и все. Заметьте, что возвышенные люди читают очень короткие молитвы обычно, не длинные и долго. Одну точку означает повторять, 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 а ты достигаешь этой точки, и потом эта точка достигает тебя. Сначала ты достигаешь, начинаешь чувствовать молитву, и чувствуешь как? Так же, как возвышенный человек какой-то святой. Повторяешь, 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 раз, вдохновение пошло, ты начинаешь чувствовать ее. И постепенно дальше что происходит? То, чего ты никогда не понимал и не чувствовал. Первое, что происходит, постепенно ты вспоминаешь маму, с которой нет отношений, она постепенно раз, 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 спокойно стала по отношению к маме. Ничего себе, интересно. Начинаю вспоминать маму, чувствую, опять тяжело, но есть спокойствие уже в сердце. Продолжаю молиться, начинаю чувствовать, что у мамы есть хорошие черты характера, память включается о хорошем, то есть пошел хороший контакт, нить незримая начинает прочищаться. Потом молишься, молишься, молишься дальше, и чувствуешь все уже в сердце точно, ну, с мамой будет нормальное отношение, вообще нет проблем. И она опять свою бодягу затягивает, как раньше, ты не обращаешь внимания, улыбаешься, просто говоришь, ну, мам, пойдем, ладно, все нормально. Ты не реагируешь вообще никак, она тоже улыбается, все нормально, успокоилась. Вот и все. Сердце с помощью молитвы работает, 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 и это называется любовь. Как искренне простить сердцем? Сама идея простить, она неправильная, потому что у нас нет такой силы, чтобы простить или попрощить прощение, у нас нет такой силы, мы нищие с точки зрения любви, у нас не хватает на это силы. Места свободные, поднимите руку. У кого есть салфановые пакетики пустые? Можно просто пакетики класть, под попу и садиться. На сцене стоят стулья, их можно взять? Один стул пока вижу, два. Возьмите два стула на сцене. К сожалению, не хватает на всех мест, зал маленький. Понимаете, проблема заключается в том, что простить невозможно, потому что память вызывает боль. А так как она вызывает, ты сам ничего с этим не можешь сделать, ты вспоминаешь, опять больно вспоминаешь, опять больно. Ты говоришь, я тебя простил. Вспоминаешь, опять больно, ничего не простил. Потому что эта система не работает вообще. Чтобы не было больно, для этого нужно воспользоваться силой вне тебя. Вне тебя, нужно что-то вне тебя сделать силой. Понимаете, неправильное мышление означает себя ставить в центр жизни. Каждый день на земле, каждый час солнце в бубен играет для нас. И земля, и весна наступает, звеня, потому что ты любишь меня. Ну, то есть человек себя поставил в центр, он как бы поет о себе, да? Но если мы как бы не себя вставим в центр, тогда все становится правильно и счастливо, потому что есть сила побеждающая, и мы на нее концентрируем внимание свое. И когда человек в молитве концентрирует на эту силу свое внимание, он просто должен акцентировать «хочу простить», «хочу простить». Вот на этом акцент надо сделать. Если человек не делает на этом акцента, тогда он не сможет именно эту проблему решить. Какая-то другая может быть решиться. Всегда нужно направить сознание в какую-то сторону, потому что у нас много-много ниточек со всеми, они все грязные, а ты хочешь сейчас именно эту решить. Надо по этому акцентировать. Чего ты хочешь-то? Ты молись Богу, думай о Нем, думай о святости, о чистоте. Но в сердце где-нибудь далеко, реши для себя, просто реши, что ты хочешь. И сразу ты увидишь, как туда пойдут силы. Потому что сверхдуша, она не против того, чтобы мы были счастливы. Просто она хочет, чтобы мы для этого трудились. Вот сколько сделала, столько и получила. Ну то есть она не против. Она будет направлять всю эту энергию куда надо. Там есть оператор внутри, который все распределяет. Он честный, он не будет обманывать. Но вот эта идея, что надо всегда знать точно, что не я решаю ситуацию, а решает ситуацию кто-то выше, является ключевой. Если человек этого не понимает, он разрушает свою жизнь. Как мне простить? Уже неправильная идея. Ты не можешь простить, у тебя нет силы. Настройся на ту силу, которая простит. И ты почувствуй, что ты простил просто, и все. Ты почувствуй в какой-то момент, я простил. Ну то есть у тебя уже есть силы думать по-другому. Правильно думать о человеке. Без напряжения, без злобы. Ну то есть твоя связь правильная стала. Нить твоя стала правильной. И всегда помогают только высшие силы. И всегда, когда низшие силы как бы не помогают, тогда наступает тьма в сознании. Человек страдает от тьмы и наоборот счастлив от того, что наступает рассвет. Итак, видите, то есть надо в своем сознании всегда описывать чистоту, свет. Не я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогреваю. Это тоже хорошо, если у тебя есть силы. То есть если у тебя есть силы, иди обогревай землю. Но если у тебя нет силы, тогда надо настроиться на то, что тебе поможет. Луч солнца золотого. То есть человек настраивается на силу, которая помогает. Солнце связано с Богом? Связано. Вода связана с Богом? Связано. Есть силы природы, которые связаны с Богом. Надо правильно на них настроиться. У них есть своя вибрация, свой звук. Звук природы есть. Этот звук природы можно услышать через песни о природе. Я когда в Беловежской пущей был, я услышал этот звук и увидел связь. Увидел звук песни, и сам этот лес, я увидел, что он один в один. Энергетика та же самая. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что звук дает связь с тем, что лечит. Когда человек услышал, он спел, попал на волну. И он точно как бы соединяет человека с природой в результате. Вот этот звук. Точно так же человек должен стремиться в своем сознании туда, где победа. Понимаете? Туда, где победа. Это сравнивается в Ведах точно так же, как река стремится к морю. Точно так же чувства человека должны стремиться к Богу. В Ведах есть такой замечательный стих, описывающий это. Он написывается, что точно так же, как чувства, которые все время ищут счастье здесь, они не устремлены к источнику счастья. Поэтому они все время страдают. Но когда человек в молитве направляет чувства в сердце, то есть там Господь находится в сердце, человек начинает молитву наедине с собой, слушает голос святого человека, вместе с ним повторяет, как он, так же, как он. Я вот много раз говорю, все равно вы будете молиться и сами по себе, без него. Потому что хочется самому что-то там жужжать, а не хочется услышать голос. Голос мой, услышь. В час грусти и печали там поется. Голос мой, услышь. Человек не хочет слушать голос святого человека. Он свое что-то бубнит, и у него не хватает сил, понимаете? А нужно услышать того, у кого силы есть. И услышав, человек начинает в его настроении с памяти о нем повторять молитву. И тогда в сердце появляется сила. И что эта сила делает? Она направляет сразу сознание человека к источнику счастья, к Богу. Он источник счастья. Он сравнивается с морем или с солнцем. Ну, то есть он сравнивается с тем, что дает счастье. Веда объясняет, что точно так же, как лучи солнца идут от солнца, и они гаснут в результате. Но если эти искорки были бы духовную природу, имели разумную, как мы, они бы повернулись и летели назад туда, где есть счастье, куда надо спешить, туда, где есть счастье. Чувства должны быть направлены внутрь, в сердце. Когда человек сам с собой находится, начинает молитву, он успокаивает, его жизнь начинает возрождаться, он начинает наполняться силой. А когда он ищет решение проблем извне, думает, как тому улыбнуться, этому улыбнуться, он растрачивается в это время. Это хорошо, мы должны служить всем, заботиться обо всех. Если сегодня ко мне приходили люди, которые у меня лечатся, я бы сидел, улыбался им просто, не общался бы с ними, это нечестно. Нужно отдавать силы, нужно любить людей, давать им силы. Но чтобы силы брать, нужно откуда-то их брать. Чувства должны устремляться внутрь. Как чувства устремляются внутрь, настроение вот этого сознания, как чувства направляются внутрь, как это почувствовать можно. Что это за настроение такое, спокойствие какое, как это все чувствуется. Чувствует человек, каждый хочет назад, к морю синему, так? Так, знакомое что-то такое в этой песне, хочется, да? Ну, куда ты спешишь? Ну, к морю синему, конечно, я спешу, там, где волны сильные плещутся всегда, там нет никакого конца и края, там бесконечное счастье. Душа стремится к морю синему, она стремится к Богу, она стремится туда, где нет конца и края, где бесконечно много в любви, воды. Так должен человек направить свое сознание, он должен стремиться к чистоте, к святости, это и есть наше море синее. Так же, как вода стремится к морю, она туда спешит. Точно так же, она там успокаивается, перестает течь. Ей так хорошо уже, и так, ее много там, ей там хорошо. Так же, человек, он стремится к бесконечному источнику счастья. Невозможно решить свои проблемы просто с помощью близких людей, детей своих, своего любимого дела. Это наполняет человека чуть-чуть совсем, немного. Ну, даже, допустим, некоторые вчера повторяли, я желаю всем счастья. Ничего не почувствовали. Поднимите руку, кто не почувствовал никаких изменений внутренних? Несколько человек не почувствовали. Почему? Потому что вы не включены вот в этот процесс, у вас нет знания. А кто из вас почувствовал сильные изменения? Поднимите руку. Видите, многие почувствовали. Почему? Потому что вы включены. Кто из вас почувствовал сильные изменения, но никогда этим не занимался? Поднимите руку. Только один человек, два. Означает, что нужна практика, понимаете? То есть нужен опыт, нужно это делать. Потому что если человек не тренируется тем, чтобы очищать свое сознание, погружаться внутрь, решать вопросы с помощью сердца, он никогда и не почувствует это, нужна тренировка. Я сегодня сильно почувствовал. И сегодня сел, начал повторять молитву, слушать голос возвышенного человека вместе с ним. И где-то через час молитвы я почувствовал себя вечным вот здесь. Не так сильно, как надо, но почувствовал. Это чувство было определенным, что я нахожусь здесь, и что я имею вечную природу. То, что находится, говорит, в Священных Писаниях. То есть я это почувствовал, и я перся на это, я начал повторять от того, что я почувствовал, от имени того, что я почувствовал здесь, вечного. Уже как бы сила пошла в повторении молитвы. Другими словами, надо понять эту идею. Она заключается в том, что чем дальше в лес, тем больше дров. То есть надо двигаться в лес, двигаться вперед, к морю синему. Ну то есть нужно каждый день это практиковать, постепенно вы почувствуете все, у вас получится. Допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, я в шоке, я целый год молюсь, муж все пьет. 20 минут это не молитва. Давайте разберем это, давайте разберем. 15-20 минут сердце успокаивается. Обычно все люди молятся 15-20 минут. Почему? Потому что нам много счастья-то и не надо. Понимаете, по факту человек такое существо, что он не хочет счастья. Он хочет просто спать душой. То есть вот обнаружьте себе это. Нам не нужно счастье. Нам не нужно победа над судьбой. Чуть-чуть легче стало. Когда успокоился и слава Богу, дальше уже ничего не надо, чего напрягаться чуть-чуть. И вот как раз 20 минут достаточно, чтобы просто успокоиться и все. А не побеждать судьбу, а просто успокоиться. Здесь легче стало. Это сравнивается с тем, что страус бежал, бежал от льва. Смотрит, убежать не может. Засунул голову в песок. Смотрит, не видит. Думает, ну слава Богу, спрятался. А страусу, к льву не нужна голова страуса. Ему нужно как раз то место, которое снаружи осталось. Оно как раз помягче. И мы голову все время прячем песок, понимаете? А нас судьба хватает за другое место. Так, это шутка такая. Итак, идея в чем заключается? В том, что где-то в течение часа человек может достигнуть знания, достичь знания о том, что с ним происходит. Вот объем работы в сердце, сколько трудностей, сколько трудиться. И знания о том, что ты можешь это все перелопатить. Нужно достигнуть через час молитвы где-то. Ну, в среднем. Ну, час молишься, молишься, через 40 минут, бац, понял. Сколько примерно надо молиться, чтобы решить проблему. Девушка смотрит на меня, это час молиться. Мне даже пяти минут не хочется молиться. Не то, что сейчас. А? Чего? Мы не хотим же побеждать судьбу. Вот это знание об этом очень важно. Потому что если человек не хочет побеждать судьбу, тогда не на что и обижаться. Вот если я не хочу, допустим, помолиться и принять город Омс, тогда чего обижаться на этот город? Если я сама вот не хочу, мне лень просто. Напрячься и из себя как-то вот это. Почувствовать. Почувствовать энергетику города. Надо немножко потрудиться. Там, потому что само собой было хорошо. Не надо было напрягаться. Но здесь надо чуть напрячься и тоже быть счастливой. Можно так в жизни, так иногда бывает. Человек не хочет напрягаться. В этом вся проблема. В этом проблема нашей судьбы. Проблема заключается в том, что мы до конца не понимаем, как устроена наша жизнь. До конца часто не понимаем, из-за этого и страдаем. Потому что мы не понимаем, что наша жизнь как раз вот так устроена, что я эгоистичную природу имею. Я счастья, в общем-то, не хочу. Я хочу просто, чтобы не было страданий. Чтобы было все хорошо. Разница колоссальная. Потому что счастье достигается трудом души. А отсутствие страданий может быть по судьбе, может не быть. И человек постоянно ждет, когда не будет страданий. Меня все спрашивают. Олег Геннадьевич, ну вы вот все видите. Скажите мне, когда не будет страданий. Мне не надо говорить там то, то. Вот просто, когда мне будет хорошо. И все. Скажите, я буду этим жить. Означает жизнь страсти. Ждать, когда не будет страданий. Олег Геннадьевич сказал, через год. Ну все, год помучаемся, подождем. И через год жизнь начнется. Но это же не жизнь. Вот так вот жить. Ждать, когда пройдет год целый. И потом можно расслабиться чуть-чуть. Или ждать, жить до отпуска. До отпуска. Да? Теперь можно, а так и будет. Так вот самое интересное. Веда, знаете, что говорится? Что человеческая жизнь, она так интересно устроена, что чаще всего в жизни все хорошо, более-менее. Но есть промежутки, когда плохо. И человек искренне считает, что вот когда все хорошо, это и есть настоящая жизнь. А Бог считает, что в это время у него нет никакой жизни. Он просто спит. А жизнь его начинается, когда у него все плохо. Потому что именно в это время он начинает молитву, начинает пробуждаться душой, начинает узнавать, как устроен этот мир, начинает пытаться поменять все в жизни, когда у него все плохо. Теперь сразу возникает вопрос. Вот если Бог нас любит, он тогда что будет делать? Чтоб у нас все было хорошо или чтоб у нас было плохо? Видите, как, оказывается, Бога-то надо понять, почему же Он нас мучает-то? Потому что мы не хотим развиваться просто и все. Мы хотим просто обалдеть здесь, спать душой, ничего не менять в своей жизни, ничего не делать. А в этом цель человеческой жизни. Мы же сами об этом просим. Веды говорят, что человек, когда он находится в утробе, где-то с 7 до 9 месяцев развития, он начинает чувствовать весь этот мир очень глубоко. Он находится в глубокой медитации. Это описано в Священных Писаниях. Мудрецы это видят в медитации, видели. Они изучали детей и потом это все записали. Они видят, что человек, находясь в утробе матери, он видит до 100 своих прошлых жизней. И мучается страшно из-за того, что он никем занимался все это время. И он думает, как бы мне так сделать, чтобы я все-таки вот в этой жизни начал пытаться постигать истину, думать о Боге, пытаться свою духовную природу постичь. Вот скажут, зачем нас здесь неплохо кормят, чего нам постигать духовную природу свою? Так это по той же самой причине, почему таракану надо стать зайчиком. Понимаете, мы должны развиваться. Человеческая форма жизни не окончательная. Веды объясняют, что это начало разумного существования. Человеческая форма жизни, она имеет много недостатков. Это только начало разумного существования. Вы как будто знаете, вот как этот птенец такой вылупился из яйца. Типа все уже классно. Но он еще ничего не знает, что здесь происходит. Так и человек тоже, оп, увидел, он стал разумным, глазками похлопал. Мы не можем знать, ждать милости от природы. Взять их у нее, наша задача. Хорошо, теперь посмотри, что получилось. Жить негде, кругом небоскребы, в асфальте все находимся. На природу только помечтать можно уехать, а там жизнь, там здоровье находится. Все бы хотели жить на природе. А это возможно было бы, если бы мы другую концепцию развития взяли. Но это возможно такая концепция развития, если человек знает, как правильно жить здесь, на этой земле. У нас нет знания. Мы не знаем, что эту землю надо беречь, что нужно так все строить, чтобы природу не нарушать. Можно расселяться так, чтобы везде была природа. Но мы так не хотим. Мы строим инкубаторы, большие многоэтажки. Говорится в ведах, что выше третьего этажа над землей уже нет контакта с землей, означает нет отдыха. Человек просто не отдыхает там. На 12-15 этаже он не отдыхает. А у женщины нарушение контакта с землей развивает бесплодие. Живем на 20-м этаже и хотим рожать. Сложно, можно, но сложно. Почему? Потому что уже контакта с землей нет, и надо уже и заширяться там. Тазик с землей в дом ставить в себе, чтобы ты тазик с землей поставил, поставил туда ножки и на тонком плане связался с землей уже. Такое тоже возможно. Можно так делать. Это хорошо, много цветов, это хорошо. Но ножки должны с землей контактировать. Ножки. Если они с землей не контактируют, значит тогда энергетика работает не так. Ну представьте, вот вас повесят в воздухе, повесят на 5 часов, допустим, хотя бы, на 20 метров над землей. Ну вот представьте себе, как вы себя будете чувствовать. Так мы и живем в воздухе. Мы живем в воздухе все, понимаете? Мы поднимаемся в воздухе и живем там над землей. А женщине для того, чтобы прожать, ей на земле надо быть. У ней так устроен организм. Она с землей связана, женщина. Вот женщины любят сидеть, лежать. Почему? Потому что они связаны с землей. У них такая природа. Видите, нам не хватает знания. Мы не знаем, как жить правильно. Мы не знаем, к чему стремиться, зачем. Мы не знаем, что надо стремиться в аптеку, надо стремиться в лес. Мы не знаем об этом. Но чтобы знание появилось в сердце, для этого нужна молитва. Без молитвы человек не может раскрыть себя. Он живет, как глухарь. Потому что есть разные стадии развития личности, понимаете? Веды описывают это. Есть, допустим, первая стадия, Анна-Майя называется. Ну то есть, Майя означает сознание. И веды описывают, что когда сознание у человека приковано к телу, то этот человек, он живет на самом низком уровне развития личности. То есть, все сознание, его понимание себя связано с телом. Он воспринимает себя только на уровне тела. Означает много вещей сразу, которые придут в жизнь. И много вещей, которых ты никогда не увидишь. Первое, что придет в жизни, если ты себя воспринимаешь как тело, значит, тогда ты пищу будешь воспринимать как жиры, белки, углеводы и витамины. Почему? Потому что другой концепции пищи у тебя не будет в сознании. Это другая концепция. Она уже не телесная. Если, допустим, тебе сказать, что в пище есть характер, и именно характер в пище самое важное, а не белки, жиры, углеводы, тогда у тебя сразу в голове, какой характер? Я ем просто белки, жиры и углеводы. Какой характер? Ну, хорошо, если ты не ешь характер, тогда возьми белок один, возьми жир, соль, клетчатку и ешь. Не, мне не нравится, невкусно. Хорошо, если ты хочешь питаться вкусно, значит, ты говоришь о вкусах. А вкус связан с деятельностью ума. Это уже умственная энергия означает характер. Поэтому ты ешь живое существо. Ты ешь яблоко, оно живое. В нем есть характер. В нем есть характер, поэтому твой ум наполняется энергией определенного характера. Черты характера яблока переходят к тебе в сознание. И ты получаешь в результате наполненность этой силой изнутри. Это значит, что если яблоко имеет плохой характер, тогда у меня будет плохой характер. Конечно. А какие яблоки имеют хороший характер? А те яблоки, которые растут на солнышке, с любовью выращиваются, их поливают не химикатами. Яблоньки не нравятся, когда их поливают химикатами. Нравится все естественное, связанное с Богом. Потому что нам нравится жить связанным с Богом. И яблоньки нравятся. Она тоже любит Бога. Но ей не нравится ничего, что вот искусственно ей там льют. Ей не нравится. И даже микробам не нравится, которые яблоки едят. Они брезгуют, эти яблоки есть. А мы думаем, о, без микробов классно. Наоборот, не классно, потому что микробы брезгуют, есть эти яблоки. Они лежат месяц, и ни один микроб не подойдет к ним. У них плохой характер у этих яблок. А мы жрем. Почему? Потому что сознание находится в тупом состоянии. То есть человек не понимает, что есть тонкое сознание, что есть тонкая психическая энергия. Он думает, белки, жиры, углеводы. Так, яблоко посмотрели. Белки по белкам, жирам, углеводам, витаминам, классно, все, едим. Интересная концепция жизни. Означает также, что вот это вот и есть самое главное, что в чем я живу. Это означает, что самое главное, это ум, 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 и все. А тело-то стареет. Вот ты его накачал, допустим, Шварценеггер, да, он такой, ум, ум, сейчас посмотрите, уже другой. Чего это он вдруг? Да он просто стареет, тело стареет. Его невозможно накачивать в 50 лет. Он уже не накачивается, понимаете, потому что, ну, как бы, все, кончилась моча. Ну, то есть, не накачивается тело в 50 лет так, как в 20. Хорошо, там бревнышки таскаем в 20 лет. Но в 50 пора уже мозгами шевелить. Потому что человеческая жизнь предназначена не для того, чтобы бревнышки таскать. Если бы так было, тело тогда всю жизнь было бы очень сильным, если мы для тела живем. Но телесные функции, они проявлены в молодости, потом начинают утрачиваться. Вкусовые чувства теряются, вкус пищи, не как раньше. Я помню, бананы в детстве ел, так, ммм, банан. Мне так вкусно казалось. Сейчас ем банан-банан. Ну, потому что уже не те чувства. Они такие сильные, как в детстве. Утрачиваем силу чувств. Тело тоже уже не такое там активное во всех отношениях. Почему? Потому что это не главное в жизни. Некоторые думают в 50 лет. Олег Геннадьевич, а у меня активное. Еще. Ну, хорошо, давай дальше поживи чуть-чуть. Может, потом у тебя мозги зашевелятся. Я говорю о цели человеческой жизни сейчас, моя хорошая. Для чего мы живем? Потому что есть специальные формы жизни для того, чтобы реализовать концепцию Анна Майя. Вот эту концепцию телесной жизни. Телки и телки. Телесная форма жизни. означает. Ну, понимаете? То есть, ну, означает, что мы как бы телом, телом. Опа. Вы поняли, о чем я говорю? Что человек больше ничем не интересуется. Ему надо худеть, ему надо качаться. Это уже и даже может быть и хорошо. Он только связан с телом, с сознанием. Он следит за телом. Но он не понимает, что у него есть интересы гораздо глубже, чем тело. Они больше счастья приносят на самом деле человеку, чем просто тело. Больше в тысячу раз счастья приносят. Вот эта концепция, телесная концепция, кушать хорошо, спать, иметь жилье там, у меня чтобы все было. Вот. Это хорошо тоже. Нормально. Тело должно быть здоровым, конечно же. Сознание должно быть в теле. Если сознания в теле не будет, человек может заболеть и умереть неожиданно, выйти из тела, лишиться этого дара Божьего, человеческого тела. Но это не главное, далеко не главное в жизни. Мы хорошие. Если на этом всю жизнь устраивать, тогда химией, таблетками будем лечиться, химическими. Почему химическими таблетками? Мы не врубаемся, потому что ни во что остальное. Конечно, можно и химическими лечиться, если деваться некуда. Иногда в эстренных случаях. Но лучше-то лечиться физиологичнее, так, чтобы естественно все происходило в организме, а не искусственно. Поэтому очень важно знать, что сознание может также жить в следующей концепции, более глубокой, которая называется пранамая. Пранамая означает счастье от движения, от аскезы. Человек, когда в этой концепции пранамая находится, он уже стремится к чему-то нетелесному. Деньги, власть, спорт, движение, здоровье означают бег у него. Ну, то есть он двигается, ему надо двигаться. То есть он чувствует энергию. Такие люди чувствуют энергию. Говорят, энергия. Это очень важно. Нужно, чтобы было много энергии в жизни. Такие люди чувствуют, им нужна энергия. Вот. И это тоже сила жить, энтузиазм. Это уже лучше, чем просто валяться в постели и думать о том, чтобы поесть, поспать, сексом позаниматься. Такие люди, они уже преодолевают препятствия, они как бы чувствуют другое счастье в жизни. Счастье, движение, победа над судьбой, развитие. Счастье означает аскезы, развиваться в жизни, нужно иметь положение в обществе, там все прочее, влияние какое-то на других людей, уже больше счастья в жизни. Для этого нужно иметь силу. И эта сила идет от движения. Человек, который не двигается, у него нет здоровья. Я сегодня в волейбольчик, мы собрались, поиграли. Было движение, здоровья стало больше. Это же другая концепция жизни. Люди бегут куда-то в прорубь, там ныряют и так далее. Она должна, мы верить должны в это. Мы должны верить в природу, в движение, в энергии, в то, что нас это вылечит, поможет быть здоровым. Если человек не верит, он никуда не поедет, будет дома сидеть. Поехали в лес. А что там делать? Нет веры, значит, у тебя. Ой, в лес, быстрее в лес. Мне сказали, в горы, там источники, там такая энергетика, там вообще классно, все поздоравливают. Я говорю, где? Далеко. Полетели все. Сели на вертолет, полетели туда, в этот шумак, в Иркутске. Прилетели, а там кругом разные источники бьют. Один источник это лечит, другой это лечит, и там их 300 штук. Все разные что-то лечат. Я взял там, везде ли снег лежит, а там травка растет. Взял, так лег, чувствую благодать Божьей, горы вокруг, снег. Источники соединяются в одну речку, такой ручеек, там такая купальня. Лег, вода теплая еще достаточно, можно купаться. Полежал там, посидел в купальне, вышел, тело дышит силой, чувствую, что сила есть внутри, можно дальше лекции читать, здоровье. Потом вспоминаешь об этом и наполняешься, связываешься с этой силой. Думаешь, все, я покупался, теперь уже все, больше этого не будет в жизни. Неправильно так думать. Можно вспомнить и опять наполниться этой силой. Через память уже действует. Кому сейчас свежее стало, поднимите. Вот, я наполнился, вы тоже наполнили. Видите, какая система? Мы все, как сообщают сосуды. Когда ты слушаешь кого-то, ты наполняешься, тоже тебе передает это все, переходит. Представляете, как работает система? Так, пранома – это концепция, без которой невозможно быть здоровой и успеха не будет в жизни. Эта концепция означает, что человек должен совершать аскезы, должен себя ограничивать для победы над судьбой, лишения какие-то. Вот эта телесная концепция самая неправильная. Она разрушает жизнь. Если человек расслабился слишком сильно, он теряет здоровье. Объелся – теряет здоровье. Сексом перезанимался – теряет здоровье. Слишком сильно оскотинился в квартире – теряется здоровье. Даже когда вещей слишком много в квартире – теряется здоровье. Энергетика в квартире становится захламленной. Понимаете, человек дышать не может. Часто женщины выкидывают все из квартиры, они не могут там дышать, находиться, потому что не хватает жизненной силы, слишком много вещей. Нужна свобода, жизнь, нужна жизнь. Женщина знает, о чем я говорю. Жизнь означает движение и аскеза. Сейчас я вам объясню некоторые вещи, которые вы должны знать. Может быть, вы не будете этим пользоваться, но вы должны знать, чтобы вы были здоровыми. Потому что люди часто не понимают, как быть здоровым. А здоровье нужно для победы над судьбой. Больному человеку очень трудно побеждать судьбу. Первое правило это выбрать свое движение. Есть несколько типов людей. Допустим, очень полные люди. Им нужно, или стремясь склонны к полноте. Мужчинам в этом случае хорошо поднимать вес тяжелый. Ну, то есть, на тренажерный зал ходить. И, ну, как бы, с весом работать. Очень сильно помогает для здоровья. Потому что жир переходит в мышцы в этом случае. И человек обретает здоровье, силу. Женщинам всегда то же самое, но меньше по весу и больше музыки. Ну, то есть, другими словами, если это, допустим, полная женщина, то ей надо маленькие гантельки купить и делать упражнения вместе с музыкой. Там, с музыкальным сопровождением упражнения должны быть движения плавные, не мужские, а женские. Женщина всегда выздоравливает в соединении с любовью. Ко мне вчера подошла одна девушка, говорит, что мне делать, у меня щитовидка плохо работает. Я говорю, надо петь, потому что щитовидка связана, здесь эмоции, эмоциональный центр связана с звуком. Я говорю, она говорит, а мне так нравится петь, мне всегда этого не хватает. Вот петь означает гормональные функции восстанавливаться. Женщина должна петь, должна танцевать, у нее должно быть движение под музыку. Другие люди, у которых они быстро задыхаются, устают, ослаблены, нам надо бегать на свежем воздухе, бегать. Третьи люди, их напрягает жизнь постоянно, она не в напряжении, вот так вот, чуть посидели, уже напрягается спина, невозможно сидеть долго. Означает статические упражнения. То есть, лег на спину, ноги поднял кверху и лежим полчаса. Сначала тело затекает, потом расслабляется больше, 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 потом раз, легкость в теле появляется. Это вот я, моя категория, у меня тело напрягается. Каждые два дня, я два часа, вот так вот, четыре всего упражнения делаю по полчаса. Ложусь, ноги назад, и так долго они опускаются вперед, наклоняюсь, долго опускаюсь вперед, соединяюсь вот так вот, складываюсь. Долго-долго. Вот сажусь, и я даже вот так сесть не могу, мне не могу даже согнуться, вот так, представляете? И потом, за 40 минут, я складываюсь пополам полностью. Через расслабление. Расслабляюсь, 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 расслабляюсь. Так как я вижу, как работает организм, в это время у меня начинает работать кишечник, желудок, включаются все органы. Вот у меня расслабляется костная система, и через это приходит здоровье ко мне в жизнь. Потому что у каждого здоровье приходит и уходит через какую-то систему. У кого-то через жировую систему, у кого-то через костную, у кого-то через кровообращение. Если через кровообращение страдает давление повыше, надо бегать, двигаться. Если человек или просто цигун, ушу на природе упражнения делать, потому что сосуды связаны с движением исправной психической энергии. Дальше, если у человека, допустим, мышечная система страдает, там дисфункция органов всякая, запоры, поносы, значит, нужны статические упражнения. Если кожа страдает, значит, нужно закаливаться, вливаться водой, на свежем воздухе находиться больше. Пост также, пост для кожи хорошо очищает. Я говорю сейчас о баскезах, которые приносят здоровье. Некоторые думают, что здоровье означает найти себе доктора и кучу таблеток. Инвалидная коляска тоже не помешает для здоровья. Но лучше на более ранней стадии решить вопрос. Как один мужчина подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, мне хотят вместо прямой кишки сделать трубочку. И у меня, я ему сказал, что надо делать, как побеждать судьбу, у него сейчас все нормально. Но в сердце я вспомнил песню. Где ты раньше был, где ты раньше был, с кем себе самому изменял. Надо же шевелить мозгами раньше. А для этого нужна вера, понимаете? Мы должны знать, что делать. У нас нет веры. Мы живем совсем другими идеями в жизни. У нас нет связи, контакта с этой идеей. Вот почему я делаю упражнения каждый раз в три дня. Мне тяжело. Ум говорит, не надо ничего делать. Ты что, ты же устал. Столько лекцию уже прочитал. Я ложусь, просто делаю. А потом через 10-15 минут все включается, психика и начинается делать, делать, делать. Я доделываю, у меня легкость или свежесть, ясность, способность побеждать судьбу. Но я делаю упражнения вместе с молитвой. Потому что, если нет молитвы, сил нет дальше делать. Я раньше просто так делал, молча. Потом начал слушать музыку, потом начал молитву читать, и все, и классно стало. Все срослось. Потому что молитва дает силы, а упражнения дает концентрацию читать молитву. Все соединяется сразу вместе. Отлично. Мою, мою. У каждого своя. Не принципиально. Да, во время упражнений. Концентрация повышается сильно в сознании. Это же не аномические упражнения, а статические. ты застываешь. В это время ум... Понимаете, когда человек в неподвижном состоянии находится, не двигается, в это время ум перестает работать, у него нет сил. Поэтому он говорит, надо двигаться, двигаться, хотя бы качайся, что-то делай. Понимаете? Почему? Потому что ум, ум хочет жить. А разум живет в неподвижном состоянии. Когда человек застыл, тогда разум начинает работать. Движение внутрь происходит, когда человек застывает. Поэтому молитва означает не двигаться, застыть. Когда человек полный, ему также важен пост соблюдать. Это тоже аскеза. Пост. Есть разные посты, побеждающие судьбу. Самый главный, несколько постов. Самый главный. Первый пост, который большинство людей не знает, но очень эффективный, сильный пост. Самая главная проблема нашей жизни сейчас заключается в том, что нам не хватает контакта с природой, то есть с праной, с энергией природы. Не хватает контакта. И частично этот контакт восполняется сырой пищей. Надо все окна засолить, засадить не цветочками этими, вьюнками всякими, от которых толку нет, а надо засадить листьями салата, петрушки, укропа. И эти листья надо кушать каждый день. И если вы просто сядете раз в неделю на сырую пищу, то вы очень сильно, хотя бы в неделю, вы очень сильно поправите свое здоровье. Потому что человек, когда живет в городе, ему не хватает контакта с природой, с энергией деревьев, растений. И если человек сырую пищу ест, то он этот контакт восполняет. Она праническая, в ней много праны. Что такое прана в пище? Это вот как яблоко есть упругое, есть яблочный сок. Яблочный сок попил, нормально, но яблочко съесть, совсем другое дело. Или арбуз съесть, или арбузный сок. Арбуз это... Потом пять раз в туалет, без проблем. А яблочный, арбузный сок ничего не делает. Почему? Потому что там прана, понимаете, там психическая энергия, она активизирует все, начинает двигаться внутри, в организме. И таким образом есть пост на сырых овощах и зелени. Никто не знает об этом посте, а этот пост очень сильный. Он дает человеку возможность сразу стать бодрым, свежим и здоровым. Представляете? Потому что бодрость это не отсутствие витаминов, это отсутствие праны в организме. Если вы чувствуете слабость, вам тяжело, у вас нет сил, значит нужно идти на свежий воздух или поесть сырой пищи, в крайнем случае. Силы появляются от праны, от психической энергии. Слабость, нет сил, плохо, вялость. Означает, нужно свежий воздух, гулять надо, прогулки, заставлять себя ходить. Вот молодец, чтобы так сказала. Вот как раз это вас и касается. Сидим дома. Женщина, это же домашние растения. Надо на улочку выходить. Ради любви. Возьмите лекцию Олега Геннадьевича, включите и пойдите, погуляйте, послушайте. Чего дома сидеть? Неинтересно же, пойдите, погуляйте по улице, и будет тело получать здоровье, ум будет лучше соображать по дороге, и вы будете здоровы от этого. Итак, если у людей страдает нервная система, значит, они должны делать дыхательные упражнения. Задержки дыхания восстанавливают психику, а также пост. Но уже не на сырых продуктах, а сухой пост. Или на воде. Сухой пост всегда проводится только с молитвой. Если человек не молится, ему нельзя сухой пост делать, потому что он не выдерживает. Если человек любит молиться, он может день какой-то посвятить молитве и не есть в это время, и не пить. Но как только он перестал молиться, можно уже начать пить там, допустим. То есть, понимаете, когда человек не молится, ему надо есть. Ну то есть у языка есть две функции. Или к морю синему, или наоборот, в желудок. Ну то есть, другими словами, если человек не контролирует свои чувства, они полезут в желудок и начнут там разъедать слизистую. Ну то есть, если человек может думать о Боге все весь день, тогда он может поститься насухо, и у него там очень мощные изменения в психике и в теле происходят. Сухой пост омолаживает, увеличивает продолжительность жизни. Там у нас есть тонкие психические каналы, они засоряются плохими чувствами, мыслями, и это становится причиной хронических заболеваний у человека. У каждого человека что-то свое быстрее засоряется. Если у человека он чувствует, что ему нервным он становится, напряженным, раздражительным, гормональные функции вылетают, это значит, что ему нужно на улице дыхательные упражнения делать, которые восстанавливают нервную систему, дышать на улице, дышать дыхательные упражнения, задержки дыхания на вдохе, на выдохе задержки. И плюс, им нужно поститься на воде, пить воду. Какую воду? Понимаете, надо найти такой прибор электрический, который мертвую и живую воду соединяет вместе, и получается вода для здоровья. Вот. Там очень много таких сложных процессов, которые никто понять не может, но бабки хорошие зарабатывают на этом. Никогда эту дурилку не принимайте всерьез. Потому что настоящая заряженная вода делается очень просто. И так как на это денег не заработаешь, поэтому никто это и не рекламирует. Настоящая заряженная вода означает, берешь просто воду, ставишь на подоконник, и когда Луна начинает восходить, она и делает эту воду заряженной. А если у вас есть еще серебряный стакан, он делает еще большее соединение с энергией Луны. А медный стакан соединяет с энергией Солнца в воду. Когда солнечный день, на Солнце поставьте, она зарядится Солнцем. Когда ночь, на подоконник поставьте, зарядится вода светом Луны. Потом поставьте в морозилку, она зарядится холодом, энергией праны, холодом. Вот и все, она стала заряжена, пить. Она вам даст здоровье, эта вода. А если вы еще будете молитвой, с молитвой воду, то в воде молитва чувствует себя очень хорошо. Особенно для близких людей и особенно у женщин. Вот у меня жена четко знает систему. Я, допустим, ну у меня есть проблемы со сном, у меня очень чуткий сон, я плохо отдыхаю, плохо сплю. Вот. И жена у меня что делает? Она берет стаканчик водой, помолится, помолится, но в сердце у нее есть знание. Для чего? Она думает о Боге в это время, слушает голос возвышенного человека, все как положено, но в сердце есть знание. Для чего? Для того, чтобы муж заснул. И то, что она шепчет спать, спать, спать. Она так не шепчет, она думает о Боге в это время и дает мне стаканчик с водой. Я смотрю на нее, говорю, что, зачем? Она говорит, пей, пей, пей. Я раз выпил, рубануло. Все, заснул сразу. Я говорю, классно, я сегодня настроился хорошо, молитву почел, заснул хорошо. Она говорит, да, 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 да. У меня свое знание, зачем, почему я заснул. Допустим, женщины не знают, что когда, если очень внимательно слушать молитву и повторять ее время приготовления пищи, приготовление пищи встает на задний план, на второй. И даже лучше, потому что спокойнее и плавнее все готовится. А с молитвой читаешь, 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 потом, но на заднем плане должна быть мысль, что муж бросил пить. Контакт должен быть. Чего хочешь-то в жизни? Объясни Богу. А всем объясняешь, кроме Бога. Молишься, 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 чтоб муж бросил пить. Там много же, да, чтоб не пил, не курил, цветы всегда, но это все последовательно, понимаете, все сразу не надо. Первое, чтоб не пил, да, самое главное же, это же главное. Вот. И он потом ест эту пищу. И что происходит в это время? Его психика соединяется с Богом. Когда человек ест освященную пищу, он освобождается от грехов, в ведах написано. Грехи сгорают в это время. Представляете, сила какая? Восвященная пища очень большая сила. Вы скажете, ну почему я вот молюсь, молюсь, у меня ничего не сгорает? Потому что, когда ты за себя молишься, результата никакого нет. Вот смотрите, есть три типа молитвы по результату. Первый тип молитвы, молишься за себя, ноль результат, очень слабый. Второй тип молитвы, молишься за близкого человека, результат на 50%. А если ты молишься за человека, который ушел из жизни, результат на 100%. Представляете, разница колоссальная в силе молитвы, потому что, когда мы молимся за тех, кто ушел, это уже бескорыстная молитва, понимаете? Он ничего мне назад не сделает. Он мне не позвонит, не скажет, слушай, классно, спасибо, помогу устроиться на работу. Он же все, не сможет помочь. Нашел из жизни. Итак, когда человек молится за другого человека, за близкого человека, то получается огромная сила. Но понимаете, молитва же должна дойти, и она может через сердце дойти к человеку, через сердце. Вот ты молишься, молишься сначала о спокойствии в твоем сердце, потом хорошая память, память о хорошем в этом человеке, значит, пошла связь. А потом ты начинаешь чувствовать, что все получится. Это значит, что ты уже к его сердце, к там молитву уже изменяешь, его сознание. Теперь второй вариант. Просто с молитвой приготовили пищу, и все сразу попало внутрь. Он сам все съест. И какой результат? У него изнутри эта пища начинает сразу влиять. Она меняет сознание. Как что-то ешь, такой ты и становишься. Если ешь в столовке, где просто готовят с матюгальниками, тогда один результат. Как кафе называется? Ковиндос? Рекламная пауза. Есть кафе, недорогое, очень вкусное, где готовят с молитвами. И без мяса, но с сосисками. Попробуйте, придите и узнаете, как можно без мяса с сосисками есть. И с колбасой. Оказывается, есть из хлеба, из пшеницы делают и сосиски, и колбасу. Вот такая, то один в один докторская колбаса. Не отличишь. Здоровая, полезная пища с молитвой. Но вы можете дома так же делать, без всякого кафе. Сами. А? Как, как? Думская 5. Ага. Меня кормят оттуда, там готовят, привозят мне туда, оттуда еду. Каждый раз приезжаю, заказываю, чтобы мне там привозили специально. Вкусно очень. Итак, если у человека депрессия, нет счастья в жизни. Помогает только молитва. Ни пост, ни свежий воздух, ничего не поможет от депрессии. Только молитва. костная система. Костная система страдает статические упражнения, неподвижные упражнения, долго делать. Одно упражнение 30 минут, иначе не работает. Расслабляться надо в упражнении. Лежать, лежать, сначала тело цепенеет, потом напрягается, потом раз, чувствуешь, расслабляется. Когда расслабилось, значит все. Но так лежать невозможно долго. Ум говорит, вставай, все, хватит. Не может лежать долго, потому что не хватает силы психической, а сила берется от молитвы. Поэтому, когда человек слушает голос возвышенного, человек молится, и при этом ноги кверху, он что делает? В это время побеждает свою судьбу. У него вот эти все зажимы в позвоночнике, боль, тяжесть в суставах, она вся прочищается, канальчики прочищаются, человек становится здоровым. Почему суставы там, контрактура, там еще что-то? Потому что там не хватает энергии просто. А энергия берется из аскезы всегда. Если тебе, допустим, нарушение обмена веществ, не хватает энергии, значит сохранять статус-кво. Эта аскеза означает пост. Когда ты постишься, организм ест все ненужное. Сразу прочищаются каналы тонкие, увеличивается продолжительность жизни. И пост может побеждать также какие-то проблемы с судьбой, если он соединен с молитвой. Не надо об этом думать, надо просто это сделать в этот день. Если у тебя проблемы, связанные с тем, что у тебя беспокойный ум, постоянно тебе чего-то бежишь, куда-то чего-то не хватает, пост плюс молитва. Пост на воде этот всегда, с молитвой на воде. Пост плюс молитва в понедельник. Если ты гневливый, обидчивый, всех мучаешь своим гневом, обидой, пост плюс молитва, то во вторник. Если ты не можешь общаться, у тебя не хватает силы, возможности беседовать с людьми, строить отношения, пост плюс молитва в среду. Если у тебя не хватает энтузиазма в жизни, депрессняк замучил, пост плюс молитва в четверг. Если у тебя счастья, семьи не хватает, семейной жизни, счастья, любви не хватает, пост плюс молитва в пятницу. Если тебе светит тюрьма, работы нет, денег нет, все разваливается, здоровье развалится, пост плюс молитва в субботу. А если тебя никто не любит и не уважает, нет статуса нормального в жизни, пост плюс молитва в воскресенье. По очереди выбирайте что-то одно. Итак, концепция прана-майя означает аскезы. Человек с помощью аскезы побеждает судьбу и восстанавливает здоровье одновременно. Неподвижное положение тела во время молитвы также лечит человека. Когда человек просто стоит неподвижно, прямо, не двигаясь и молится, в это время он обретает силу терпеть любую ситуацию в жизни. Его ничего не сломает, он как камень становится крепким, как дерево. Стоит неподвижно. Когда человек на колени встает, молится на коленях, тогда в этом случае он обретает принятие. Допустим, начальника принять не может старших, на коленях молится, принятие приходит. Когда человек садится с колен на попу, молится вот так вот, ножки подогнуты, прямо сидит, садится с колен, прямо в силу, и вот в таком положении. То в этом случае у него появляется сила пробивать судьбу, двигаться вперед по судьбе, уничтожать препятствия. Если человек вот так вот сел и ножки вот так сложил вместе, коленочки развел чуть-чуть, как может, и вот так вот, называется поза бабочки. То у женщин такое положение тела дает возможность рожать детей, то есть гормональные силы улучшаются, кисты рассасываются в придатках, если молиться одновременно. И циркуляция энергии женской начинает очень хорошо работать, и появляется сила рожать поза бабочки. А у мужчин появляется самоконтроль, половая энергия начинает контролироваться. Его как бы несет в открытый космос. Если человек садится, и он хотя бы одну ногу вот так скрещивает, а если может, то две, то у него очень сильно возрастает концентрация внимания. Он может сосредоточиться на звуке и забыть про все остальное. Я вам рассказал основные положения тела во время молитв. Если одно надоело сидеть, переключайтесь на другое. Но не надо болтаться, двигаться и ходить. Когда человек так сидит во время молитвы долго, он проходит следующие стадии, первая стадия. Тело отекает, вторая стадия, тело начинает ныть. Каналы пробиваются. Третья стадия – расслабление. Когда он достигает до расслабления, он побеждает хронические заболевания в этот момент, связанные с этими каналами. Вот и все. Просто сидим, не двигаемся, побеждаем судьбу. Молимся. Когда вы почувствовали боль в теле, тяжесть где-то, просто направьте сознание туда во время молитвы, и там все пройдет, если вы будете верить в это. А если вы будете бояться, тогда все будет нагнетаться. Например, где-то болит, вы испугались этой боли, с кожи стало. А если вы верите, то стало лучше. Проходит боль. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok